На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Зачем во время молитвы мы повторяем одну и ту же просьбу много раз? Господь с первого раза не слышит? Этот вопрос можно даже расширить. На самом деле, не задумывались ли вы о том, а зачем в принципе мы молимся? Поясню. В рамках политеизма, то есть религий, предполагающих наличие многих богов, идея молитвы предельно понятна. Потому что в абсолютном смысле слова боги политеистических религий в основном не благи. В большом смысле этого слова. Они очень своеобразны, характерны, иногда отличаются прямо скверным поведением. И, конечно, человеку надо уговаривать, упрашивать их, хорошо отнестись к нему, услышать его просьбу, склонить ухо к его мольбам и другие подобные вещи. Но в рамках монотеистической религии, а, собственно, даже уже в рамках христианства, зачем просить о чем бы то ни было бога, если он прежде прошения нашего знает все, что нам нужно? При том, что мы видим, внутри евангельского текста Христос настаивает на значимости, важности и ценности молитвы. Более того, он настаивает даже, например, на таких вещах, как регулярность, неотступность в молитвах. Как бы иллюстрируя это самыми разнообразными примерами, ну, когда, например, если человек стучится ночью к другу и просит у него хлебов, то, может быть, даже не за дружбу, но за неотступность точно даст. Или пример про неправедного судью, который ни бога не боялся, ни людей не стыдился, но верно судил бедной вдове просто потому, что она день и ночь требовала с него правый суд. И ему было легче пойти на уступы к ее просьбе, чем терпеть это дальше. И Христос говорит, неужели вы думаете, что бог хуже, чем вот этот неправедный судья, который и то склонил ухо свое к просьбе, неужели бог не помилует избранных своих, которые вопиют к нему день и ночь? То есть Христос говорит, что молиться нужно и важно. Но почему? А вот здесь мы обращаем внимание на то, что да, конечно, Отец наш Небесный, прежде всякого нашего прошения, точно знает, чего мы хотим, что нам нужно и что нам полезно. Но важно то, что внутри молитвы мы осуществляем ряд вещей, важных с нашей стороны. Одно дело, что о полезном нам знает Бог. Другое дело, что внутри молитвы мы демонстрируем Богу открытость нашу к Его действию. Мы говорим, что да, Господи, а вот теперь и я понимаю и вижу и хочу, чтобы Ты присутствовал в моей жизни в этом, этом и этом ее измерениях. Таким образом, молитва является для нас, во-первых и главных, дверью, которую мы открываем действию Божию в нашей жизни. То есть в этом смысле молитва важна и нужна не Богу. Молитва важна и нужна нам. А многократные повторения или же, например, как в ряде молитв, воспоминания о каких-то действиях Божьих, как вы можете обратить внимание, например, на псалмы, где говорится, Господи, вот Ты, рукою крепкую и мышцу высокую, вывел Израиль из Египта. Вот Ты сделал отцам нашим одно, другое и третье. И вот сейчас, Господи, услышь нас. Опять же, зачем Богу напоминать про прежде бывшее, если для Него времени не существует, и Он явно не забывает? Ровно для того же самого. Богу не нужно это напоминание, а нам нужно. Оно позволяет нам самим обрести уверенность в том, о чем мы говорим. То есть тем самым мы демонстрируем Богу мысль о том, что, Господи, я верю, что как Ты помогал отцам нашим, так можешь помочь и мне. Это в некотором смысле костыль и духовная подпорка к нашему молитвенному деланию. С неотступностью в молитве и с многократным повторением то же самое. Богу не нужно, чтобы мы Ему повторяли нечто многократно. А вот нам, в качестве, опять же, опоры для нашей молитвы, такого рода форма часто бывает очень даже показана. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok